Победутки меня с дорогой женой, Ёнки Форум, и вообще вот эта суббота сегодняшняя, которая здесь в Ёнки Форум называется, суббота распаянная. И вот это, наверное, оказывается, что, ну, о последнем дне жизни Моша ему в этот день предстоит умереть, и он, как бы, представляет народу своего преемника Йошуа, передает ему свою власть, рассказывает о том, что ему придется с этим народом войти в землю Израиля, что этот народ все равно, скорее всего, при жизни его плохо слушал, Господа после смерти, скорее всего, еще хуже будет это дело, но, несмотря ни на что, он говорит о том, что этот народ найдет честь силы покаяться и вернуться к Господу. И в конце, он говорит, есть заповедь, что надо вот это то, которое он читал, положить рядом. Там сказано, у крышки копчега завета, у крышки, у стенки. Кто-то говорит, что она внутри копчега, кто-то снаружи, ну, по-разному. И еще говорится, что, когда вы придете там в седьмой год, ну, в этот раз он говорит Йошуа, он вообще говорит о том, что царь должен читать эту книгу. И раз в семь лет, в Суфон, царь должен был читать книгу. Тоже, ну, вернее, чаще всего даже именно вот эту главу войну, и весь народ собирался там. Сказано, что собирались там. Мужья, жены, дети, все, кто там есть, пришельцы и прочее. И в конце говорит, что, чтобы вот это слово не забыли, он даст песню. Но песня будет в следующей главе, и вот эта песня будет всегда возвращать народ Израиля своему Господу. Вот, и начинается, пошел Мошед. Мы видим, что вот это последний день Мошедов. Последний день, как бы, много... Что мы хотим сделать в последний день? В последний день все хотят сделать что-то значительное, но это все равно, что, ну, перед каждым, да, заключенным там спрашивают, что вы хотите там, что-то там, что-то, папирос, кто-то еще, кто-то еще, кто-то еще. Моша мы смотрим, то есть у него не было ничего такого. Он как раньше хотел и говорил, так и сейчас приходит и говорит. В нем ничего не изменилось. Он проводит этот день точно так же, как все предыдущие дни. В дне сколько есть? 86 400 секунд. И вот он эти дни, эти секунды проводит в том же служении Господу, в том же служении своему народу. Он в себе не изменяет. И надо понимать, что у нас каждый день, это, с одной стороны, последний день, кто его знает. И поэтому надо его стараться прожить так, ну, как там высокобазные слова, чтобы не было больно за всех пропустые годы. Но надо прожить как бы как должно. То есть делать то, что от нас хочет как-то, и в этом, наверное, мы будем подавляться и самому Господу и брать пример с Моша. И потом здесь заповедь дана вот эта имена. Когда собирался народ, он должен собираться не просто мужи, женщины и слушать царя, а еще и дети, да? Мы знаем, что дети, они, ну, во-первых, плохо слушают, да? Под ногами где-то бегают, они в основном больше мешают слушать, чем позволяют. И если даже вот они слушают, что там запоминают? Вот спросим у наших детей после служения, что они там помнят о том, что мы говорили, что рассказывали, чему учили? И чаще всего, ну, не всегда чистый лист, но все. И что остается у детей вообще после всех этих наших служений? Если мы посмотрим, у них в дальнейшем, даже мы вспоминая свое, может, детство, у нас не остаются какие-то там, чему нас учили и как нас учили. У нас остаются именно вот такие ощущения, как говорили. То есть вот это вот, что ж у нас, как ни странно, все равно это праздник Рождества. И надо, как правило, детям создавать вот эту радость, чтобы они вот это ощущение радости пронесли с тобой, и чтобы они могли вспомнить, что вот мне там было хорошо, и поэтому я вот стремлюсь к этому. Потому что у наших детей не всегда можно научить словами, может, только поступками или какими-то другими вещами, чтобы они прилепились к Господу и пошли нашим же путем. Вот, поэтому давайте будем наших учений и детей тоже радовать. И еще немножко о том, когда слово записали, да, мы представляем, у нас есть Святая Святая Святых, в которой стоит Ковчег Завета, там лежат хрижали, которые были дарованы Господом, Моши, ну, вернее, Моши Высокого, Господь Натекал. И если мы посмотрим, то вот это место, вот этот Ковчег, то есть из крижали, это такие вещи, но настолько святые, что вот сказано, что храм, да, он там 20 хвостей. И сказано 10 хвостей от Ковчега в одну сторону, 10 хвостей по другой, а там Ковчег 2,5 хвостей, получается, а где Ковчег стоит? То есть, если мы прибавим 10 и 10, то есть у него нет места. И мудрецы считают, что это вот такой вот, он был как бы вне пространства, то есть он настолько, ну, святой не святой, но вот такое не было случалось. Если мы посмотрим на крижали, то там как бы буквы были не просто написаны, вытесаны и прочее, они были как, ну, выражены, скажем так, да? И они вот здесь ты смотришь на крижали, текст вот с этой стороны там, и когда переворачиваешь, он, ну, не зеркальное отражение было, а он опять читался, что-то не странное. И есть буквы, как бы, в алфависте, да? Риве, Брисе, ну, во всех других языках, у которых, как бы, нету, как бы, контуру. Например, у нас буква О, да? То есть, если мы ее нарисуем, то, по идее, вот, ну, представьте, вы вышли из буквы О, и буква вот эта О внутри, по идее, не должна держаться, она должна выпадать. Но вот там чудным образом тоже есть буква О, но еще одна, где такие же внутри камни они держались, то есть, вот такое чудо происходило. А текст тоже он собой представляет совсем другое. Он, ну, как бы, он написан на пергаменте, эти чернила, они там выпирают, как бы, и как вот эта святость, как бы, связана с тем, что этот текст очень материальный. И, как бы, вот эта святость, которая находится в корчете Завета, связая цветы, она должна распространяться было там сначала в пределах Храма, в пределах Юросалима и на всю Землю. И вот это распространение как раз и предполагалось с помощью материальных вещей, вот этой торы, которая записана на пергаменте черными буквами. И в человеке это тоже прослеживается, так сказать, у нас есть Божественная Душа, которая, ну, никак не связана, можно сказать, с этим миром. Но в то же время мы вот этот цвет Божественной Души должны им делиться, делиться с кем-то еще, вот. И вот это паразит приводит. Вот об этом это было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров Н.Александрова